Следующий прочитает свою колонку Тина Канделаки. Я думаю, что пионерские чтения тем и славятся, что здесь, наверное, я не одна такая женщина, и здесь много женщин, которые могли бы родиться достойными мужчинами, но мало мужчин, которые знают, что мы про это думаем по ночам. Все хотя бы раз в жизни видели фильмы, в которых мужчина и женщина меняются телами. Не самые художественные, но зато почти всегда крайне показательные. Он проснулся после бурной ночи, дополз до туалета, опустил штаны, и смысл жизни жить дальше теряется. Зачем и как жить дальше, если ты не мужчина? Для мужчины оказаться женщиной – это всегда наказание. А спросите любую женщину, вот если бы она проснулась мужчиной, разве она расстроилась бы? Да ни черта она не расстроилась бы, она бы обрадовалась, да еще как обрадовалась. Женщины родные, вообще представляете, какое счастье быть мужчиной. Даже самым загвозданным, зашварканным, зашмуктанным, замызганным мужчиной среднего возраста быть гораздо лучше, чем женщиной. Вот, например, пришел такой мужчина домой. Ну что, хозяин пришел. Плевать на то, что он давно уже не хозяин и давно уже никого не кормит. Неважно, накормит еще. У него все еще впереди. Он как поднимется, как даст всем жару, то ли еще будет. Или, например, где вы видели, чтобы про молчащую женщину кто-то сказал, что она думает? Молчить, значит сказать нечего. Мне одна знакомая на голубом глазу рассказывала, что Абрамович ночью лежит с открытыми глазами и думает. Можете себе представить, чтобы кто-то такое про женщину сказал? Такое даже представить невозможно. А вот вы попробуйте изобразить из себя думающую ночью женщину. Такой в свой адрес можно услышать. Лежите с открытыми глазами. Мужчина среди ночи просыпается, переворачивается и вдруг видит вас с открытыми глазами. Думающую. При этом на вопрос, о чем вы думаете, надо ответить, что думаете о смысле жизни, о своем месте во вселенной, о ее спасении, развитии и укреплении. Даже если бы такое Хиллари Клинтон сказала, Билл и тот бы удивился. С другой стороны, может и говорила, поэтому он в какой-то момент предпочел молчащую Монику Левинске. Так что, вы знаете, мир мужской, обсуждать это, конечно, банально. Чего удивляться тому, что материальный мир мужской, если начиная с божественного, мужчина всегда первостепенен. С этим уже давно ни одна женщина не спорит. Но зачем нас убеждать в том, что сейчас все меняется? Фейсбук кто придумал? Цукерберг. А кто та дура, которая его бросила? Правильно, женщина. Никто же не говорит, что без нее бы Фейсбук он не придумал. Придумал бы. А то, что в тапочках ходят пластмассовых, так это не страшно. Умному мужчине все прощается. Хоть в головы ходи. Даже по Шварцу, все равно король. Кто первым интернет-террористом стал? Асанж. А кто те дуры, которые после ни к чему не обязывающего секса решили, что их изнасиловали? Правильно, женщины. Ни одному мужику такой в голову не придет, если вы ему после двух-трех интимных встреч не перезвонили, решить, что вы его изнасиловали. По логике этих женщин у нас пол России изнасилованы ходят. И еще хотят. А в контексте того, что Асанж под домашним арестом еще и полмиллиона хапнул за автобиографию, можно сказать, что их изнасилование одно из самых прибыльных изнасилований 2010 года. Что с женщинами? А ничего хорошего. Тимошенко из генпрокуратуры не вылезает. Батурина все делает, чтобы туда не попасть. Жанна Фриске опять не замужем, никто не берет. А Прохоров не женат? Правильно, выбирает. Мужчина всегда выбирает, а женщина ждет. У мужчин успех меряется деньгами и властью. У женщин самим фактом наличия семьи. А так, будь ты трижды, Лилиан Бетанкур со своими 15 миллиардами, все равно всем интереснее Анжелина Джоли. Но это, вы знаете, редкий случай, когда и семья, и карьера. Кстати, на первую пятерку самых богатых женщин мира без страха и не взглянешь. Причем, кроме Эбигейл Джонсон, которая на инвестициях заработала сама, остальные все наследницы. Да что тут говорить, когда даже мою любимую марку белья Виктория Сикрет Рой Реймон придумал. Ну не нашел мужик жене белье приличное. Решил сам его придумать. И придумал, да так, что теперь все женщины мира такое же хотят. Мои любимые все Лоран, Ральф Лоран и Валентина, опять же, явно-то уже не дамы. Более того, женщинам тотально не везет. Яблокова с Киркорова в итоге ничего не получила. Григорьева с Гибсоном тоже намаялась. Заметьте, вообще никто из женщин войну с мужчинами не выигрывал. И так всегда ничего не меняется. В японском театре Кабуки веками женские роли играют мужчины. Почему? Потому что мужчина может достоверно сыграть женщину. А женщина мужчину нет. Все, кто хотя бы раз был в Таиланде, в этом давно уже не сомневаются. Там, где мужчина стремится к обобщению, женщина всегда стремится к деталям. Спросите хоть у одного мужика про цвет ее туфель. Никто никогда не вспомнит. А женщина, пожалуйста, от цвета туфель до марки сумки. При этом собрать целые из деталей, это не про женщин вообще. Перед ними и задачи такой нет, поэтому и стратегическое мышление на нуле. Мужчина физиологически ориентирован на инновацию и развитие. Посмотрите, как мужчина обращается с техникой, и как женщина кокетливо и с гордостью говорит. Я ничего в этом не понимаю. Поэтому Медведев говорит про инновации, а Сара Пейлин даже слово бюджет на руке зачеркнула. Мне вообще иногда кажется, что Сару Пейлин мужики специально наняли, чтобы женщины не поверили в то, что у них в политике реально может что-то получиться. А спорт возьмите. У мужиков и трицепс, и бицепс гораздо лучше. А у женщины, сколько бы она ни тренировалась, эллинистические рельефы никогда не возобладают над трогательными выпуклостями. Поэтому хоть обзанимайся с тренером из ворд-класс, любить все равно будут за задницу и сиськи. Сейчас модно стало говорить, что нам мозги тоже не помешали бы. Но у вас позвольте уточнить, где и как. На всю страну конкурс объявили. Решили всем миром придумать имя премьерскому щенку. И что? А ничего. Мальчик придумал. Молодец, мальчик, что не девочкой родился. Зачем девочкой рождаться? Чтобы никогда не стать Ларри Кингом? Нет, можно, конечно, стать опромом Фри, но толку-то. Сиди со всеми, да причитай. Это всегда, пожалуйста. А поговорить? После Ганди, видимо, и правда не с кем. Разве что с Перельманом на предмет того, как же он все-таки от миллиона-то отказался. Это сколько же сумок Биркин на это можно было купить? Он, интересно, сам-то понимает? Нет, где ему это понять? Это только женщина знает ответ на вопрос, зачем стоять в очереди на сумку из кожи аллигатора несколько месяцев и потом за нее так охотно заплатить нереальные деньги и этим гордиться. Вот мужчину спросите, он на это способен? Нет. Куда ему? У него времени нет. Он же должен придумать велосипед, радио, пароход, трубку от кинескопа и само телевидение в придачу. Айфон, айпад и айпад со встроенной камерой тоже. Мы-то женщины что? Где мы? Мы в одноклассниках в фейсбуке или твиттере. Хорошо мужиков приучили фотографии пляжные выкладывать. И опилиацию делать, чтобы им хоть раз больно было раз в месяц за то, что нам больно всю жизнь. Дисней, Спилберг, Кэмерон. За то, как собак в космос запускать, так сразу сучек запустили. А как человеку время пришло, так мужик полетел. Ну, всегда так. Вторая, вторая, вторая. Даже Маша Шарапова, которая первая, всем обязана своему папе. Да зачем так далеко идти? Мы здесь как оказались? Просто Колесников журнал придумал с мужским названием «Пионер» и все теперь ходят, остановиться не могут. А большинство приходящих кто? Правильно, женщины. А большинство пишущих кто? Правильно, мужчины. Зато мы придумали творники, глушитель для машины, стиральную машинку и бронежилет. Это мы придумали, правда. Чтоб мужики не умирали раньше времени. А толку-то кто-нибудь про это знал? Вот кто-нибудь про это знает? Никто. Потому что в это ни один мужик не верит. А то, что тампон для критических дней придумал мужчина по имени Эрл Хаас, как вам? Мне когда знакомая рассказала, я аж анимела от ужаса. Даже в такой интимный момент без мужиков ничего придумать не можем. Про гинекологов мужчин говорить не буду. По умолчанию лучше. Но и приятнее, очевидно. Как жить? Принять индуизм и надеяться, что в следующей жизни родимся мужчинами? Что-то я про женщин лам никогда не слышала. Да и карму чистить терпения не хватит. Так и приходится всю жизнь терпеть, скрипеть зубами и завидовать. Слава богу, хоть не молча и не бесплатно. С полной уверенностью в том, что им нас никогда не понять. Но зато всегда любить. Потому что любить по-настоящему можно только не понимая за что. Спасибо. 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 Спасибо.